всем привет сегодня мы будем шить кокон гнездышко как строить выкройку я показывать не буду на ютубе есть пару видео как это делать я покажу размеры своей выкройки принципе они везде одинаковые но могут отличаться вот этот вот внутренняя часть может быть шире либо вот этого часть полная может быть короче тогда гнездышко выглядит такое более круглое и сильно набиты мне нравится гнездышко такой формы она более вытянутая но в то же время краешки закругленные хотя бы когда строите выкройку вы можете краешки сделать такие более квадратные тут уже зависит от вкусов и предпочтений каждого из вас так вот такие у меня размеры длина внутреннего матрасика получается если из этого вот закругленного хвостика 70 сантиметров на 30 сантиметров вот этот вот хвостик такой вот закругленный он два сантиметра у меня ширина вот этой вот части которая будет защищать нашего малыша 15 сантиметров то же самое здесь вот если смотреть прямоугольник вот если не брать 2 сантиметра не собрать этот вот прямоугольник из этих двух сантиметров то от него вниз тоже 15 сантиметров произвольно закругляем как нравится вот такая вот схема я делала выкройку не полная делала половинную выкройку можно сделать и полную выкройку но мне удобнее сложить ткань вдвое и вырезать получится то же самое не обязательно строить полную выкройку так можно приступать к пошиву для начала мы берем нашу ткань складываем ее лицом к лицу раскладываем вот таким образом так чтобы у нас еще остались где-то по сантиметру припуски на швы и аккуратно прикалываем булавками вот так вот мы прикололи эту часть мы тоже прикалываем если мы ее отрезали и оставляем припуски на швы сантиметр где-то по всему периметру также добавляем и здесь припуски и вот здесь аккуратно тоже чтобы эти у нас припуски были одинаковые везде по сантиметру или на 0,7 на шириной лапки после того как мы нарисовали припуски можно вырезать наш кокон нашу заготовку когда мы вырезали нашу заготовку нужно снять выкройку и берем вторую часть ткани можно такого же цвета можно другого чтобы у меня тушка была двухсторонняя также складываем лицом к лицу пополам чтобы сгиб-сгиб и прикалываем булавками в некоторых местах чтобы у нас не сместилась ткань и вырезаем без припусков можно ввести вырезать можно сразу вырезать по всему периметру вот у нас получилось две одинаковых детали теперь нам на одной из деталей нужно нарисовать наш матрасик вот тут как раз видно нашу серединку что мы загибали накладываем нашу внешнюю часть сначала с учетом нашего припуска и внутреннюю часть располагаем соответственно чтобы у нас было ровно посерединке и потом это убираем эту часть можно приколоть и аккуратненько карандашиком обводим сначала так потом переворачиваем аналогичным образом после того как мы нарисовали нашу серединку можно лицом к лицу соединить и наши части кокона аккуратненько совмещаем края и по периметру скалываем булавками после того как мы скололи мы прострачиваем по периметру на ширину лапки начиная вот вот этого края покажу сейчас на картинке прострачиваем начиная вот отсюда так вот по кругу вот отсюда на ширину лапки а либо на сантиметр после того как мы прострочили нам по нашей круглой части нужно сделать насечки не доходя до строчки строчка не распустилась это не доходя или метр-два так по всей закругленной части верхней то есть теперь выворачиваем нашу заготовку на лицевую сторону аккуратненько выравниваем все наши швы было ровно и красиво и еще дополнительно проглаживаем утюгом эти швы так вот разглаживаем всему периметру после того как мы прогладили нам по лицевой стороне нужно проложить также строчку на ширину лапки можно и буду ширину лапки то же самое от одного края по внешней стороне до второго края по всему периметру начинаем острочить не самое начало где-то отступаем примерно сантиметр и И вот этот краешек Мы тоже до конца не выстрачиваем должностями Вот это вот у нас получилось Кулиску, куда мы будем продевать нашу ленточку Либо шнур, чтобы затянуть нездышко Теперь берем синтепон В нашу внутреннюю часть в кройке Я буду использовать два тонких слоя синтепона Здесь 150-й Можно любой Можно один слой 300-го Но я хочу между двумя слоями Чтобы чуть-чуть было набито холофайбером Можно такого не делать Можно просто взять слой 300-го синтепона Либо два слоя 200-го Берем нашу внутреннюю часть в кройке Оставляем где-то с краев по сантиметра два Так как его будет не видно в гнездышке Мы будем еще дополнительно же наши эти бока набивать Боковины холофайбером То есть примерно нам нужно вырезать прямоугольник размером 34 на 74 Где-то так Два таких прямоугольника получается Вырезаем Теперь можно сделать следующим образом Можно синтепон этот Вот через это отверстие Вставить вот сюда Вот Это застрочить Потом здесь лишнее обрезать И зашить края косой бейкой Но мне проще делать так Я выворачиваю обратно сейчас наизнанку Вот таким вот образом Совмещаю вот эти вот швы И вот эту вот нижнюю часть Я буду застрачивать Потому что обшивать косой бейкой Это достаточно тяжело Когда оно уже все набитое Вот здесь вот краешек Сантиметр где-то Нашего рукава Где у нас будет проходить Кулиска Где мы будем вдевать шнурок Либо ленточку Где-то вот сантиметр Оставляем Не застрачиваем Вот тут вот И растрачиваем Вот так вот Где-то вот До сюда Где у нас середина Вот тут вот Мы оставляем место Чтобы вставить синтепон И потом мы уже будем Через это отверстие Набивать боковины И вставлять синтепон сам Вот мы прострочили тот Теперь нужно сделать надсечки Здесь вот по кругленьким сторонам И сделать насечки В этих уголках Чтобы ткань не стягивалась И с другой стороны То же самое Теперь можно Через это вот серединку Вывернуть Хорошенько нужно расправить Все уголки И прогладить Полностью Нашу заготовку Утюгом Обязательно Вот эти вот тут Рукавчики выворачиваем И аккуратненько Нужно чуть-чуть палочкой помочь Не до конца Мы выворачиваем Вот здесь вот Где сбоку Мы оставляли отверстие Так вот Надо его чуть-чуть туда Вправить Потом мы его зашьем Вручную Вот этот вот маленький кусочек Вот так вот И аккуратненько так вот Зашить вручную Его надо То же самое С другой стороны И хорошенько Проглаживаем Гнездышко Вот мы прогладили Нашу гнездышко Нашу заготовку И я еще дополнительно Чтобы немного набить Холофайбером И простегать Тем самым Синтепон Чтобы он не смещался Расчертила Параллельные линии Можно Какую угодно Линии сделать Можно сделать часто Можно Двух достаточно Тут уже на ваше усмотрение Я расчертила Три линии Теперь нам нужно Аккуратненько Этот синтепон Ставить В эту серединку Вставляем Через то Вот отверстие Аккуратно распределяем Распределяем Его ровно И так Чтобы он заходил За вот эти Расчерченные линии Когда мы Разровняли Наш синтепон Вот у нас Видно Что заходит За края Со всех сторон Нужно Сколоть булавками Достаточно часто И заколоть Там где эти линии Чтобы было Лучше прострачивать Прострачиваем И следующим образом Начинаем Чуть-чуть Вот от этого рукава От этой ножки Скажем так Чуть-чуть Буквально Может Сантиметрик Прострачиваем Здесь оставляем Вместо Сантиметров Десять Чтобы мы могли Набивать Наши боковины Потом дальше Мы прострачиваем Вот здесь Вот все Сплошное Прострачиваем Так вот Тут сверху По кругу И если Вы будете Просто Оставлять синтепон Тогда можно Прострачивать Вот до этого Низа Получается Чтобы у нас Вот тут Параллельно Оставались Кусочки Чтобы проще Было набить Наши боковины Также тут Вот Сантиметрик Оставляем Так как мы будем Прострачиваем По синтепону То нужно Аккуратненько Помогать Машинке Мы делаем Немного меньше Натяжения Помогаем Чуть Проталкиваем Но не сильно Вот так вот Вот у нас получается Если мы просто Синтепоном Оставляем Вот здесь Вот Здесь Отверстие Незасрочено И с этой стороны Тоже Незасрочено У них тоже Незасроченный Я буду Еще добавлять Холофайбер Как я сказала Но решила Но решила Не тут Сбоку Оставлять Места Заполнять Снизу И По очереди Прострачивать Отверстие Теперь я беру Холофайбер И Через нижнее Отверстие Между Своими Двумя Слоями И Аккуратненько Туда Запихиваю Холофайбер И смотрю Вот как оно О наполняемости Чтоб было Не сильно В ногу Аккуратненько Его распределяю Можно Сделать Пышное Мне Так Не нравится Так Я думаю В самый раз И Теперь Аккуратненько Буду Растрачивать Эту Линию Растрачивать Вот так Получилось У меня Холофайбер В виде шарика Хорошо Раступляется И Даже Когда Мы Постираем Потом Нужно Было Хорошо Расправить Теперь Также Холофайбером Мы Будем Набивать Наши Боковины Берем Понемногу И через Это Вот Отверстие Пропихиваем Вставляем Вставляем Такое Отверстие Чтобы Могла Пролезть Легко Рука Потому что Если не пролезет То Наверное Буду Очень сложно Набить Набиваем Так Вот До Серединки Набиваем Плотненько Я люблю Среднее Чтобы Было Набито Не люблю Когда Вот Прям Сильно Так Аж Ткань Трескается Я люблю Чтобы Средненько Было Аккуратненько Смотрелось Набиваем Так С одной И со Второй Стороны Также Еще Забыла Сказать Что Перед Тем Как Набивать Наши Бока Нам Нужно Вдеть Ленточку Либо Любую Завязку Так Как Потом Это Будет Сделать Сложнее Я Буду Использовать Репсовую Ленточку Она Очень Крепкая Можно Использовать Атласную Ленту Широкую Узкую Либо Такие Шнуры Как Вот Вставляют В капюшон Там В одежду Берем И Через Это Отверстие Продеваем Таким Вот Образом Длина Шнурка У меня 3 метра Можно Взять Чуть Покороче Или Потом Просто Подрезать Так Вот У нас Получилось Теперь Вот Отверстия Нам Нужно Хорошенько Зашить Набиваем Холофайбером Так Чтобы Чуть Было Больше И Туда Чуть Пропихиваем Аккуратно Выравниваем И Закалываем Булавками У нас Ровно Ровно Шло С этой стороны То же Самое И По возможности Вот тут Надо Тоже 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 Заколоть Так Что У нас Все Было Ровно И Аккуратно И На Машинке Аккуратненько Вот По этой Линии Что Мы Не До Страчивали До Страчиваем Тут И С Этой Стороны Тоже Самое Вот Так Вот У нас Получилось Расправляем Наш Уполнитель Здесь Распределяем Чтоб Было Ровненько Если Вы Делали Как Я С Холофайбером Внутри То Вот Эту Часть Еще Чуть Заполняем Аккуратненько Разравнивая И Вот Этот Край Мы Аккуратно Загибаем Вовнутрь Таким Образом И Закалываем Булавками Сначала Потом Можно Застрачить Либо На швейной Машинке Либо Зашить Потайным Стежком Я буду Застрачивать На машинке В край Вот Так Вот Я Заколола И Буду Прострачивать В край На швейной Машинке Постепенно Вытаскивая Булавки Вот Мы Застрачили Край Ничего Видно Не будет Эти Вот Края Ленточек Либо Завязок Нужно Опалить Зажигалкой Либо Если Вы Использовали Шнурок То Завязать Узелки Тоже Опалить Зажигалкой В общем-то На этом Гнездышко Готово И Можно Его Стягивать Можно На одну Сторону Можно На вторую Сторону Так же В дополнение Гнездышко Можно Сшить Матрасик Чтобы Если Ребенок Срыгнет Например Либо Протечет Памперс Чтобы Не стирать Все Гнездышко Просто Постирать Матрасик Съемный И все Можно Так же Его сделать Двухсторонним Можно Сделать Других Цветов Я сильно Плотно Не люблю Когда стянуто Тут Постраивайтесь Индивидуально Под свои Вкусы Можно Завязывать Можно На одну Или вторую Сторону Так же По желанию Можно Сделать Здесь Пришить Липучку И бантик Как Подушечка Так же Как вариант Можно На конце Сделать Висюльки Просто Скачать Шаблон Перзвездочки Или Сердечко В интернете Необходимого Вам Размера И Сделать Висюльки Можно Оставить Так Мне кажется Так Удобнее Если Вам Понравилось Мое Видео Ставьте Лайк Подписывайтесь На канал Если Не Подписались И Не Забывайте Ставить Колокольчик Чтобы Не Пропустить Следующее Видео До Встречи